Борьба с коррупцией определена в качестве одного из основных приоритетов государственной политики в Казахстане. Большое внимание уделяется формированию у молодежи антикоррупционного сознания и культуры. Сегодня в нашем городе с участием представителей интеллигенции региона и профессорска преподавательского состава вузов состоялось совещание по разработке новой концепции антикоррупционной политики. В соответствии с национальным планом действий по реализации послания президента до 15 декабря текущего года планируется разработать новую концепцию антикоррупционной политики Республики Казахстана 2022-2026 годы. При разработке стратегического документа за основу будут использованы анализы ситуации коррупции в стране, международный опыт, итоги работы, масштабирование превентивной работы, рекомендации международного сотрудничества, экспертного сообщества, индикаторы и ожидаемые результаты. На данный момент, как всем известно, обсуждаются дополнения в реализацию данного проекта. В частности, предлагается усилить работу по незаконному присвоению денег. Вся эта работа будет продолжена. В целом, давать взятки – это очень плохо. Если каждый человек будет принимать эту информацию в мозг, что не надо давать взяток, не надо допускать коррупции, то, наконец-таки, мы сможем победить это социальное зло. Все идет с верхушки. Если руководители сами изменятся, то, возможно, изменится и данное положение. Думаю, что тогда будет какой-то эффект от борьбы с коррупцией. Пока власть не изменит своего отношения, то ничего не будет меняться у нас. Надо ужесточать закон, думаю я. При разработке документа важно мнение экспертов и ученых, общественных деятелей, представителей интеллигенции, неправительственных организаций, лидеров общественного мнения, блогеров. Предложения поступают. Люди хотят участвовать в антикоррупционной деятельности. Ведется работа по формированию антикоррупционной культуры в вузах области. Никогда не отходили от формирования антикоррупционной политики. Постоянно сотрудничаем с сессионными органами. Пока мы добьемся хорошего результата, то обязательно попытаемся предложить что-то новое, что-то внести интересное, чтобы успешно реализовать данную концепцию. Для того, чтобы победить это социальное зло, нужны усилия всего общества. Но добиться этого можно только тогда, когда будет создана атмосфера неприятия коррупции. Ильдар Визатуллин, Нембек Багбанов, Азад Байтимир, Jumble News.